Все, запись. Что у нас будет слушать записи еще? Всем привет! Я напоминаю, что у нас есть возможность это включать микрофоны. Для этого поднимайте руку, и я дам возможность вам включить микрофоны. Есть возможность писать в чате. Сейчас, пока я начну несколько наших тем, основной части нашей зарядки, я не буду читать чат, поэтому дождитесь именно того периода, когда с вами будем работать вопрос-ответ. Итак, доброе утро еще раз всем. Доброе утро! Я всех приветствую на зарядке. Сегодня понедельник, и мы круто начинаем новую очередную крутую неделю. Эта неделя, конечно, будет еще круче, чем предыдущая. Сразу попрошу вас приготовить ваши гаджеты, с которыми вы сегодня тоже будете работать, смотреть. Мы сегодня поработаем с репчартом, посчитаем и дам вам еще несколько важных таких моментов, на которые стоит обратить внимание. Итак, первый момент – это, конечно же, вход на сайт для россиян. Дорогие россияне, у вас сейчас свободный вход на сайт идет. Вы увидели это оповещение в кабинете на канале. Это сайт, cashflow.site. Я вам все это выписываю. Cash. Значит, депис. Flow. Сайт. Значит, все те, кто еще в недавнешнее время, это буквально два дня, ходили через VPN, была возможность входа через VPN, то сейчас вы можете спокойно ходить вот по этому имени. Вы просто прописываете это имя у себя в строке браузера и в дальнейшем вы тоже входите. Для всех, кто из России, напоминаю, все, кто в России свободно, без VPN, могут ходить по этой ссылке. Это оповещение вы уже все видели. Те, кто раньше и свободно ходил и без VPN, это имея в виду вчера-позавчера, то для нас так и остается наш основной сайт, cashflow.fun. Те, кто был вынужден ходить пару дней с VPN, ребята, это не наш банк, да, то есть это особенность была некоторых регионов, да, России в частности, и тут даже нет некоторых регионов, то вы сейчас можете ходить по этому имени спокойно. Вы спокойно сами ходите, вы спокойно заводите всех новичков, вот так. Что касается реферальных ссылок, реферальные ссылки сохраняются, и они и дальше работают. То есть ваша реферальная ссылка, которая есть у вас в кабинете, она будет срабатывать дальше для всех-всех. Независимо от того, с какого региона будут к вам регистрироваться, или из России, или из Украины, или из других стран. То есть ваша реферальная ссылка остается, вы по-прежнему продолжаете ее пользоваться, но сами вы входите, или как обычно на cashflow.fun, или если вам приходилось включать VPN, вы в России, то вот для вас открытый доступ. Все очень быстро, разработчики для нас сделали, в огромную благодарность, пользуемся в удовольствие. Есть это? Есть. Все это увидели, все услышали эту информацию. На канале эта информация есть, аудиторы эту информацию всем передавали. Поэтому, пожалуйста, тоже передайте всем вашим участникам, кто из России, вот для них ход. Идем дальше. Я тогда вытру это, чтобы мы когда общались на следующую тему, чтобы не сбивалось толку. И идем дальше мы к следующей теме, это ваши начисления. Открывайте сейчас ваши кабинеты, уже заранее подготовьте, я сейчас вам дам несколько лайфхаков. Первый лайфхак, это что касается кабинетов, стартовых потоков, мы сейчас поговорим именно о стартовых потоках. Вот, например, это если вдруг вы делаете прострочку, прострочку в пополнении, в очередном пополнении стартового потока. Что в этом случае, какой применить лайфхак, чтобы у вас все шло очень четко. Друзья, напоминаю, что у нас начисление в стартовых потоках идет согласно календаря. И если вы, вот смотрите, вы новичок, вы сегодня создали себе стартовый поток, например, создали себе это СТ-12. Давайте вспомним, когда новичок делает начисление. Вот сегодня нашел новичок, он впервые создает себе стартовый поток, СТ-20. Когда он делает начисление, давайте у нас чат открыт, я буду вот видеть ваше сообщение, проведем такое вот, освежим наше знание. Когда новичок делает себе начисление? Завтра. Правильно, Маша, спасибо. Да, завтра идет его первое начисление. Первое, потом второе начисление, и так далее. Когда необходимо этому новичку сделать очередное пополнение? Вот сегодня у нас понедельник, понедельник день прекрасный, новичок создал себе стартовый поток. Вот он, стартовый поток, прошел доволенный, счастливый, и завтра уже, давайте тогда, чтобы было следующее, завтра мы делаем себе уже первое начисление. То есть у нас это вторник. Дальше, среда у него идет следующее начисление, потом четвертый у него начисление. Давайте будем под цифрами записать, то есть идет первое, второе, третье начисление, потом пятница, идет у него уже четвертое начисление, суббота, у него идет пятое начисление, воскресенье, воскресенье выходной, начисления нет, и потом снова понедельник. И делаем в минификации шестое начисление. То есть шесть начисления календарной недели, от понедельника до понедельника. Когда необходимо пополнить ему, крайний срок, снова, чтобы продолжал рост СП, правильно вы это написали, я видела, не позднее следующего понедельника. Да, Лена, спасибо большое. Не позднее следующего понедельника. Вот, сегодня сделал, начисляю, зачисляю, и следующий понедельник сделать необходимо очередное пополнение, еще плюс 20 долларов пополнить свой стартовый поток. То есть не позднее следующего окончания, следующего понедельника, то есть до 0,0, пока не наступил еще вторник. То есть это наш цикл. Цикл стартовых потоков. У вас есть напоминание в кабинете, когда указано, когда необходимо пополнить. Это или пополнить в течение трех дней. У вас загорают, тогда красный квадратик, вам пишут, что пополнить в течение двух дней. Или потом пишут пополнить сегодня. Помните тоже этот момент, когда уже написано, что пополнить сегодня? Зазначает, что если вы сегодня не пополните, что будет завтра? Да, спасибо. Завтра не будет начисления на этот стартовый поток. И теперь внимание, если вдруг по какой-либо причине вы не пополнили, вот согласно графика, то завтра у вас не будет начисления по этому стартовому потоку. У вас, если он всего один, у вас кнопка начислить не будет работать, она нам подскажет, что нужно пополнить. А что же делать, если два или три или больше стартового потока? То есть, когда один стартовый поток, вы в принципе понимаете, что все, ага, ты не пополнил, начисления по стартовому потоку нет. И потом, следующая задача, давайте повторим, вы не выполнили пополнение до окончания недели, то есть понедельник, и вы пополнили на следующий вторник уже. Вот вторник, вторая неделя у нас уже идет. И вы во вторник сделали пополнение от 20. Когда в этом случае уже будет начисление? Вот напишите, я хочу, чтобы многие из вас сейчас написали в чате, я буду сейчас свидетельствовать, пишите. Вот у вас прошла первая неделя, вы забыли пополнить. Все, вы до завершения, да, то есть нужно было пополнить не позднее понедельника следующего, а вы забыли и пополнили во вторник, то есть на следующий день. Когда будет начисление? Начисление, да, правильно, все ответы, которые читаем, верно, начисление будет в среду. Да, тот день, в котором вы сделали пополнение после просрочки, у вас не будет начисления. То есть если бы вы не сделали просрочку, а вовремя до завершения недели пополнили, вот здесь, не позднее понедельника, тогда у вас по стандарту и понедельник начисление, и восторг, потом начисление и так далее. То есть у вас вообще нет пропусков в начислении. Ну, воскресенье не считается, потому что это выходной у всех. А как только вы сделали просрочку, и вы пополнили в этот день, и вы, возможно, ожидаете, что у вас в этот день будет начисление, но нет, начисление будет на следующий день. Да, помним, что новички, когда к себе запускают поток, у них начисление на следующий день. Это важный момент, когда один стартовый поток, вы, в принципе, понимаете, разбираетесь. Спасибо, что вы все помните. А вот теперь ситуация, когда у вас несколько стартовых потоков, а просрочку вы сделали всего в одном. Вот давайте разберем теперь эту ситуацию. У вас есть несколько стартовых потоков. СП-20 и, например, еще СП-50. Вот. Вы запускали, например, вы запускали в один и тот же день или в один и тот же день, без разницы. Но очень важно, что одна кнопка «Начислить» у нас внизу «Начислить» она делает начисление на все потоки стартовые, которые у вас запущены. Одна кнопка сразу и здесь вам капает, и здесь вам капает. И вот, например, у вас в один и тот же день, например, стояло пополнение в понедельник обоих потоков. Ну, даже в бедраннице какой график. Но один стартовый поток у вас идет без просрочки, вы вовремя пополняете его, а следующий стартовый поток вы сделали с просрочкой. То есть вы его вовремя не пополнили. То есть, например, у вас должно быть здесь быть пополнение очередное в понедельник, а вы его не пополнили. Что тогда получается? Вы на следующий день делаете начисление. И что тогда? На СП-20 капает денежка, потому что там нет просрочки, а на СП-50 не капает, потому что там просрочка по начислению. Потом вы сделали еще один день просрочки. СП-50 не пополнили здесь, не пополнили здесь. Но, да, в принципе, он пополнен, у вас полностью все в порядке. Вы делаете следующее начисление. На СП-20 идет денежка капает, а на СП-50 не капает. И потом вы такие, ох, ёж, я же СП-50 пропустил, не пополнил. И тут его ходите, например, в четверг уже аж, или неважно в какой день, но после просрочки, и вы его пополняете. То есть в 20-19, так вот, все в порядке. Вы за месяц набили четко, а 50 вдруг пропустили. И вы его тогда пополнили после просрочки. Что будет происходить в этом моменте? Я даю вам лайфхак. Вы же помните прекрасно, что после того, как ты просрочил, если у тебя была просрочка, и ты пополняешь, то ты начисление получаешь уже на следующий день. И вот, чтобы вы не допускали пропуска себе одного дня, потому что вы делаете немного неправильно. Хочу вам дать подсказку. Ребят, если у вас несколько сазовых потоков, то в одном из них была просрочка. Например, у вас все пять нормально, а в одном из них у вас была просрочка. И вы поняли, что сегодня вы его будете пополнять. То сначала сделайте начисление, чтобы денежка капала на все ваши активные уже потоки, те, которые без просрочки. А потом добавляйте плюс 50. Сначала сделайте начисление, чтобы у вас начислилось на все, которые сейчас по графику у вас идут. 50 у вас и так не начислится, потому что будет процентчик. А потом добавляйте плюс 50. Это важный момент. Не наоборот. А что будет, если вы сделаете наоборот? Что вы сегодня вспомнили, что вы сделали просрочку и такие, ага, я пополню сегодня на 50, потому что у вас там прошло несколько дней пропуска. И вы думаете, забыли, да, например, основы. И вы такие думаете, сейчас же я пополню быстренько, начисление делать не буду. Пополню и потом начислю, чтобы не начислилось уже на все сразу и на 50 вместе. Нет, вы же помните, что если у вас просрочка, то у вас не начислиться в этот день. И вот если вы так сначала пополните просроченный себе СП и потом захотите сделать начисление, то начисление вы сделаете через, ну то есть уже на следующие сутки, на все потоки, которые у вас есть. Объяснение этому, я не буду сейчас вам полностью дословно его пересказывать, это системы, которые считают, потому что, например, там, например, вас идет на вашем потоке, да, вы там пополняете в 9 утра, и у вас, значит, следующее начисление по ним должно быть вот на следующий день в 9 утра. А стартовый поток, который просроченный, он уже у вас должен быть активен вот на следующий день и уже в 12 ночи. То есть там идут такие вот очень важные нюансы, которые разрывочеки сейчас стараются сделать их удобными для нас, чтобы там учитывали все эти моменты. То есть это вам не нужно обникать, там не нужно даже особо понимать, почему, да, но я вам даю лайфхак, как не пропускать себе день начисления, если у вас прошла просрочка. То есть, еще раз, если у вас несколько стартовых потоков, и вы хотя бы в одном из них сделали просрочку, и вы его пополняете, то сначала себе начисляйте премию, нажимаете кнопку начислить, красную внизу, чтобы у вас начислилась на все другие стартовые потоки, а потом только пополняйте. И тогда на следующий день вы спокойно пополните на все-все-все. И у вас не будет пропуска. А если вы делаете наоборот, еще сегодня не начисляете и пополните просроченный стартовый поток, то вы увидите, что у вас тайник пойдет вот с отсчетом до следующих суток. И вы тогда сможете начислить в следующие сутки. Это не ошибка в кабинете. С этим вопросом вы, бывает, пишете вашим аудиторам, что, ой, слышите, у меня ошибка в кабинете. У меня сегодня кабинет не дал начислить. Вот, ребят, запоминайте, если к вам будут обращаться с таким вопросом. Ой, мне кабинет не дал сегодня начислить. Это потому, что ты пополнял сегодня просроченный стартовый поток позже, чем ты сделал начисление. Точнее, раньше, чем ты сделал начисление. Сначала нужно начислить, а потом пополняйте. Есть это? Все. То есть это лайфхак, которым с вами делюсь. Да, если получилась просрочка, ничего страшного. Это не смертельно. Пополните себе и снова будете получать. И чтобы день у вас просто не выпадал, вы всегда по своим стартовым потокам, все, которые у вас активны, то есть они у вас в графике, вы всегда с ними также по графику пополняете и начисляете день в день, начисление себе делаете. Стартовый поток потом просроченный пополнили, завтра по нему начислите. То есть тут не пытайтесь хитрить. Это значит, что хитрить никогда не нужно и не выгодно вообще. Потому что кто-то пытался, ага, я сейчас сначала пополню, потом только начислю. Нет, это вы уже включаете хитрость. У нас есть четкий график, у нас есть четкая система, которая дает начислить, поэтому начисляйте себе по всем активным. Утром проснулись или когда вы там начисляете, самое приятное нажатие кнопки начислить премию. А если у вас была просрочка, ничего страшного, пополнили, и завтра по ней уже получите начисление. И по всем вместе тоже. Поэтому, чтобы не было у вас расстройства, там какой-то печальки, чтобы вот так сделали. Делайте правильно. Сначала начислять всегда, при всех обстоятельствах. Сначала начисляете себе стартовый поток, все, что у вас активно, вы себе начисляете. А потом, даже если у вас есть просрочки, вы себе их пополняете. Есть? Спасибо. Вижу, выпишите. Ой, важная информация. Знаю. Знаю, что важно. Делитесь за вашими лайками. Так, сейчас я пока почищу доску, и мы с вами разберем следующий вопрос. Тут уже готовьте ваши кабинеты. Открывайте ваши кабинеты. Так, есть. Там кто-то писал вопрос. Ну, давайте посмотрим вопрос. Есть ли вопрос, конечно, по теме, по теме просрочки? Ну, думаю, что нет. То есть, Татьяна пишет, что у нее так случилось один раз. Возможно, еще у кого так случилось один раз. То ничего страшного. Ничего страшного, вы теперь все знаете и сможете предупредить всех ваших. Так, ага, вопрос вот был от Ольги. А если из-за отсутствия интернета не нажал кнопку «Начислить», это как-то повлияет на день взноса? Ольга, спасибо за вопрос. Кстати, хороший вопрос. Это не повлияет на день вашего очередного пополнения. То есть, у вас график, он так и есть. Если у вас в понедельник должно быть следующее пополнение, то оно у вас так и будет в понедельник, потому что пополнение у нас по календарной неделе, независимо от того, сколько раз вы начислили. Вы можете вообще за эту неделю, календарную, начислить всего один раз. Вы могли начислить шесть раз, а начислили всего один. Неважно, по какой причине, нет интернета, еще там чего-то. Вы где-то там ушли в ретрит глубокий, далекий, например, или там еще в горы где-то. Неважно, вы все равно в следующий понедельник, если у вас стоит по графику пополнение не позже понедельника, вы должны заполнить не позже понедельника. Все, поэтому невыгодно пропускать начисление в стартовых потоках. Вы все равно будете пополнять каждую неделю, а сколько раз начислили, ваше, конечно, уже положение. Поэтому не пропускайте. То есть пропуск начисления одного не будет смещать в график вашего пополнения. То есть это тоже не пойдет. Есть такой момент? Посмотрю. Получили ли ответ? Да, система пишет, когда. То есть как только вы сделали себе первое пополнение, очередное пополнение, система знает уже, когда вам необходимо сделать следующее очередное. И этот день не может сместиться. Будете вы начислять или не будете. Поэтому пропускать начисление невыгодно и вообще не нужно. Так, вопрос уже от Татьяны. Если я стартовала на 20 долларов в 23.45 в понедельник, то когда мне необходимо кидать следующие 20 долларов? Ждать ночи, чтобы нажать кнопку начислить? О, Татьяна. Хорошо, ну давайте тогда тоже разберем этот вопрос. Много вопросов я люблю. Например, понедельник. Вот сегодня понедельник. Вы стартуете, запускаете себе стартовый поток. В 23.45 выписали. Хорошо. Тогда вы можете делать следующее пополнение. Все уже мы выяснили, что завтра, в следующие сутки. В следующие сутки у нас наступает по гриндичу. То есть в 0.0 вы можете делать следующее себе уже начисление. То есть обращайте внимание, что время по гриндичу. Вы себе начислили вам 2 половинки. Очередные 20 долларов. Если у вас это 120, вам необходимо пополнить тоже не позже следующего понедельника. Вы в следующий понедельник их можете, то есть очевидно не 20, то есть 20 здесь выписывать. Вы можете их пополнить и в 8 утра. И даже 23.56. То есть не позже следующего понедельника. То есть пока понедельник еще не закончился. Есть это смысл? А если вы, например, сегодня запустили себе понедельник, вот вы запустили там в 12, ну, где, например, то тоже следующие очередные 20 долларов или там вообще эссе пополнения, вы тоже можете сделать до 23.59. То есть до отмечания следующего понедельника. Время. Есть? Ответила на ваш вопрос? Думаю, да. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Там вижу, что у кого-то еще был такой вопрос. Да, то есть все очень просто. Начисление в следующий день и время очень, кстати, хорошо, что у вас есть такой, знаете, коридор целого дня, когда вы можете себе еще делать. Если вы сделали раньше немного очередное пополнение, мы тоже с вами разбирали тогда этот момент, все, то есть вы заранее себе уже пополнили, и когда у вас уступает вот тот ваш день пополнения, день ИС, да, помедельник, например, то все, у вас уже все пополнено, и во вторник вы спокойно продолжаете получать начисления. Так, есть. Так, так, так. Тут Дана написала личный вопрос. Дан, мне напишите потом в личку, хорошо? Вот, то есть это ваш личный вопрос. Я вам объясню, как так происходит. Происходит. Все. По вопросу пополнения вроде бы все. Есть. Тут вопрос теперь пришел на седьмой неделе. Вот написала Мария, что на седьмой неделе сколько должно начисляться на стартовый поток на СП-20? Угу, хорошо, хорошо. Есть. Ну, Татьяна еще переспрашивает, а можно ли, то есть можно заранее пополнять? Татьяна, можно? Ну, давайте все разберем сегодня. Вы потом можете сделать такую наветочку. Татьяна задала вопрос. А что, получается, можно заранее пополнять стартовый поток? Да, ребят, можно. То есть у нас есть неделя, опять-таки понедельник, вторник, среда, секверт, пятница, суббота, воскресенье. И у нас есть неделя. Вот первая неделя, вторая, третья и понедельник неделя. Например, вы запустили себе стартовый поток. Вот сегодня первая неделя у вас отступает СП-20. Мы выяснили, что до завершения следующего понедельника вам необходимо сделать очередное пополнение, чтобы у вас продавались начисления без пропуска. Ну, например, вы решили, в понедельник вдруг вы забудете или вы куда-то планируете поездку, в горы, например, и сомневаетесь, что будет связь. И вы пополняете в пятницу. И вы в эту же первую неделю пополнили еще плюс 20 в пятницу. Что тогда? Вот у вас тут начисление, вот 1,2, 0,6. Здесь начисление 0,6. В четверг начисление 0,6. В пятницу начисление 0,6. В субботу какое тогда будет начисление? Если вы в субботу, если вы до этого пятницу докинули еще 20. Правильно, у вас будет тариф этой недели. В первой неделе у вас будет тоже начисление 0,6. В воскресенье у нас выходной. В понедельник у вас еще тариф этой же предыдущей недели. У вас шестое начисление. У вас тоже будет 0,6. Видите? Все дни заполнены. В воскресенье вы познете. А вот уже со вторника у вас будет следующий тариф. Это уже там 1,2. В среду 1,2. И так далее. Здесь еще в понедельник будет 1,2. И если вы не сделаете просрочку, то в авторник уже будет 1,8. То есть, если вы раньше пополнили стартовый поток, вы хоть миллион можете сюда добавить. У вас всегда будет тариф в данной неделе вам начисляться. А вот просто пополнение раньше срока вам обеспечит, что у вас не будет пропусков. Там по разной причине. Или вы забудете, или вы там пропустите. Не важно. Но это не дает вам правду увеличения пополнения в этой тарифе. У вас всегда есть четкий тариф в неделе. Ребят, стартовые потоки, они безупречно отчитаны. Вот просто безупречно. Поэтому тут все очень четко. Вы должны понимать, каждая неделя свой тариф, свои начисления. Вам только лишь остается не пропускать кнопку начислить, не забывать ее нажимать. И не забывать делать очередные пополнения ежедневно. И все. И тогда вы каждую неделю пополняете все на разную сумму, на одинаковую. Всегда у вас там четкий тариф. А получаете все больше и больше. Я обратила внимание, открыла телефон. Ну, когда сегодня утром в свой кабинет. Кто может сказать мне, сколько раз вы уже получали выплату из стартовых потоков? Вот напишите сейчас в чате, сколько раз вы уже получали выплату из стартовых потоков. Это посмотреть легко. Открываете свой кабинет стартовых потоков, вот где строка «Копилка» и потом «Полученная за неделю», там есть такой красный значок «Облачко с буковкой И». Нажимаете на нее и у вас будет по датам написано, вот там есть еще «до», вы можете пролистать и там четко по датам, когда вы получали выплаты. Я вот читаю, у меня было 6 июля, 13 июля, 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, и 17 августа, это уже 7 раз я и все, кто вот начинал, вот в первую неделю запускал себе стартовые потоки, уже 7 раз получали выплату со стартовых потоков. 7 раз, 7. Вот, 7, да? Завтра у нас очередной вторник, и завтра мы уже получаем 8-ю выплату. 8-й раз мы получаем деньги со стартовых потоков. Я всех с этим поздравляю, как быстро пролетело время. Теперь смотрите на цифры. Напишите, пожалуйста, тоже вот кто, как, у кого-то какие есть потоки, сколько вы уже вывели на ваших СП. Я вот смотрю свои цифры. Стартовые потоки, 20. У меня он запущен был 1-го июля. Я вижу, что уже выведено за неделю 26,97. То есть в предыдущую неделю я уже получила 26,97. В эту неделю будет еще больше, потому что сумма растет каждую неделю. Пишите ваши цифры, вот СП 20, например, и сколько вы вывели в предыдущую неделю. Это зависит от многих факторов. В какой день вы запускали стартовый поток себе, там, или первые дни. Не пропускали ли вы начисления, не было ли у вас просрочки, не что-то там, не притормозили, что там с начислением вдруг нечаянно пропустили. То есть смотрите, сколько у вас начислений. Дальше. Стартовый поток 50, смотрю. У меня уже идет, выведено за неделю предыдущую, 65 долларов и 75 центов. 50. Смотрите, я пополняю опять на 50. В прошлой неделе пополняла. 65 я уже вывела. То есть 15 сверху. И в эту неделю я получу еще больше. Понимаете? Пишите, пишите, пожалуйста, ваши цифры. Какие у вас ЭСП, да? И сколько вы уже в эту неделю получили? Даже не в эту, а в предыдущую. Сейчас я вытекаю пока. Подготовлю. Пишите, я вижу ваши цифры, кстати. Хорошо, классно. То есть вы понимаете, что в эту неделю вы получите еще больше. Дальше. Смотрю стартовый поток 100. За предыдущую неделю выведено 128 долларов. Стартовый поток у меня 1000. За предыдущую неделю выведено 1080. И смотрите, я ЭСП 1000 запускала не в первый день, начало стартовых потоков. То есть у меня там еще не полные все 7 недель. Дальше. СТ 20, 200 у меня уже тоже в плюсе. Причем я запускала себе его с 7 июля. Не в первый день, да? То есть уже как вторая неделя пошла. И уже 219 получили выведено за предыдущую неделю. В эту неделю еще больше. То есть каждый стартовый поток уже в плюсе. Даже те, которые я запускала самыми поздними, это были 7 июля. У меня запущены все стартовые потоки. Кто вдруг не знает, у меня все, их всего 7 видов. Есть 20, 50, 100, 200, 300, 500 и 1000. У меня они запущены все. Самый поздний я запустила себе 7 июля. Это было у меня на 500 долларов. Кто может видеть, да? Можем показать вам. И уже по нему выведено 508. Все. То есть все стартовые потоки уже в полном плюсе. То есть насколько это круто. Вы тоже вот пишите, что все, кто в первую неделю себе запускали, вы все в полном плюсе. Вот очень вдохновляюще. Давайте на примере 100 рассмотрим. На 100 просто очень хорошо считается. То есть вот у меня СП-100. СП-100 в предыдущую неделю, это было у нас 17 августа, 17-го номера снова, выведено из этого стартового потока 128 долларов. Все. Выведено 128. Смотрите, прошла неделя, я на сколько пополняю? Правильно, я пополняю на 100. То есть мне этот выход в неделю, которая есть, мне уже ее хватает на то, чтобы 100 снова потолзлить. Да, вот я получила 128, я уже вообще не парюсь. Как пополнять стартовый поток? У меня уже 100 есть. И 28 мне еще остается на мои там дела, расходы, ну и все там, все, что нужно. Ребят, 28 и 100, я отдаю 100, 28 выбираю себе. В эту неделю СП-100 даст мне уже почти, сейчас я смотрю, так, уже почти, ну тут 140, даже почти 150, ну плюс бы, да, примерно там 144, например, тут будет, да, тут просто сейчас не хочу считать каждую цифру. И все, 100 у меня уже есть четко, чтобы пополнить, я уже не парюсь, где взять 100 долларов, чтобы продолжить свою участие в стартовом потоке. И уже даже 44, 40 мне на мои дела, на жизнь. Круто? И сейчас, ребят, мы находимся на этапе, что прошло только 7 недель, то есть это 7 неделя давала такие результаты. Вот результаты уже в 8 неделе, потому что сейчас в 8 неделе. Видите, как быстро, а ну кто даже не представлял, что так быстро пролетит время, и так быстро вы выйдете на эти суммы, на эти суммы, которые будут давать вам в стартовом потоке. Я уверена, что, даже я не верила, не представляла, что так круто будет. Ты можешь там рассчитывать себе в цифрах заранее, да, все такие умные, можно там что-то там рассчитывать. Но когда ты видишь это уже на примере денег, когда ты реально получаешь, это тебе уйдет уже на пополнение, а это ты уже тратишь, берешь, все. Вот Оксана пишет, кажется, только вчера запустили стартовые потоки, да, Оксана? А уже прошло 8 недель. Ребят, 8 недель. Я общалась вчера с молодым парнем, молодой парень, по-моему, ему около 16 лет, который запустил себе стартовый поток 20. И вот он уже тоже вышел в плюс. Он сам увидел в Инстаграм у меня информацию о стартовых потоках, сам прошел на мой Телеграм, увидел там ссылку на сайт, сам зарегистрировался, сам сообразил, как пополнить money storage. Потому что на канале вся информация у нас есть. Сам сделал себе стартовый поток 20, и вот он уже в плюсе. И вот он говорит, мне не верится, мне не верится. Он говорит, так все, мне теперь вообще не нужно думать, где брать 20 долларов на то, чтобы пополнять. У меня уже там 24, ему уже 24 капнуло. Все, 20 он пополнил, 4 он уже в плюсе, и в этой неделе снова будет больше. И он такой, все, я же теперь могу себе уже другие потоки запускать, например, РСП-50, РСП-100, другие разные. Я могу уже себе уже запускать или активный, или пассивный поток. То есть наши тоже другие потоки, где ты сумму положил, то есть себе запустил поток, и тебе капает. Там у тебя нет обязательных ежедневных пополнений. Он такой в восторге просто, понимаете? Вот, поэтому вот стартовые потоки. И в них именно та фишка. Да, пополнять нужно каждую неделю. Но это самые выгодные потоки. Это сверхвыгодные потоки вообще из всех, которые существуют, и те, которые есть. Вот. Так что увидели, да? Всех поздравляем, кто вышел уже в полный плюс. Ребят, вы увидели, какой это кайф получается в стартовых потоках. И когда я получаю со всех семи своих стартовых потоков, да, сначала как бы каждую неделю нужно было там по две тысячи пополнять, даже по две с копейками. Но теперь, когда я уже в предыдущих несколько недель, да, в предыдущей неделе была в плюсе, я вижу, в каком плюсе я уже буду на эту неделю, но уже понимаю, в каком плюсе на следующую неделю. Ну, кайф. Просто желаю каждому, чтобы ваши стартовые потоки вам, чтобы вы запускали их в себе как можно раньше, чтобы они быстрее приносили вам полный плюс. Вот. Там еще был вопрос, я читала о начинке. Начисление. Давайте его тоже разберем. Было вопрос о начислениях. Я вкратце о нем говорила, опять-таки, давайте еще раз повторю. Вопрос такого характера, что, например, вы рассматриваете на СП-20. Вот у нас уже прошло семь недель, да, сейчас уже восьмая неделя, да, обращайте внимание, восьмая неделя, вот, восьмая неделя. И, например, у вас всегда, вот в предыдущей неделе, был прирост на этом СП на плюс 60 центов. И вы ожидали, что восьмой неделе, да, чтобы и девятая неделя, у вас тоже был прирост на 60 центов. Ребята, смотрите, вы уже в своих стартовых потоках к этому периоду вышли в полный плюс. И теперь чуть-чуть меньше будет прирост. Это полностью описано в описании стартового потока в кабинете. На сайте посмотрите, там прям, я некоторым, кто не видел, я зеленую прям делала рамочку, выделяла, вам сбрасывала скриншот. Это говорит Дмитрий Васальин в своих прямых эфирах, что самые высокие начисления в стартовых потоках будут в первые недели, когда вы выйдете на плюсы. Дальше будет чуть-чуть снижаться, ну, чуть-чуть меньше, но вы все равно в плюсе. Запомните, какая миссия стартовых потоков – это показать и дать возможность новичкам и всем, кто запускает себе стартовые потоки, быстрее выйти на нормальные вороты, быстрее выйти в плюс, быстрее сделать так, чтобы у вас сумма, которую вы получаете в неделю, например, там уже 26 долларов, чтобы уже у вас было 20 на пополнение и 6 уже себе вы могли тратить. То есть, как только вы выходите уже на плюсы, на хорошие, причем плюсы, чуть-чуть будет снижаться, поэтому это вполне нормально. И если такое у вас произошло, это значит, что вы полностью прошли курс понимания, что такое стартовые потоки, не только в теории, но еще и на практике, что вы уже получаете из них намного больше, чем вам необходимо пополнить. И так и будет всегда. Вы всегда будете пополнять на разную сумму, а получать больше и больше. Тут 6, потом, например, 8, например, 9, 10, 12 уже получаете, а пополняете всегда на разную сумму. Это стартовые потоки. Дальше был вопрос, читала, не помню, кто написал, стартовые потоки рассчитаны на год. Вопрос такой вот, а насколько рассчитаны стартовые потоки? На год они рассчитаны или нет? Здесь хочу дать очень важный комментарий, ребята. Все, что у нас не написано на сайте, все, что не говорил Дмитрий Васадин в эфирах, в видео своих, и вы где-то там слышите, понимаете, это все слухи, это все выдумки. Вот кто такое сказал, что стартовые потоки рассчитаны на год? Где-то я там слышала 44 недели. Я не знаю, откуда у вас такие цифры, но спасибо, что вы мне задаете такие вопросы, что я могу понимать, какие там ведутся беседы вообще в коридорах. Ребят, все, что не говорит Дмитрий Васадин, все, что у нас не написано на сайте, вся эта информация, которую вы слышите, это считается выдумкой и слухами. Кто их распускает, для чего, непонятно. Но у нас есть сайт, у нас есть Дмитрий Васадин, который нам всегда дает точную и важную и своевременную информацию. Дмитрий Васадин в своем эфире говорил, сколько же могут так стартовые потоки. Понятно, что бесконечно они так не могут продолжаться, потому что тут, смотрите, у вас очень хорошая прогрессия будет увеличиваться. Сначала быстро, в самом начале быстрее всего у вас будет расти рост, потом чуть-чуть медленнее, медленнее. Но это будет вам позволять все равно каждую неделю получать хорошие суммы. То есть когда тут уже будет огромный-огромный плюс, Дмитрий Васадин, во-первых, это будет, он уже себе давно это придумал, как это будет, и на сколько времени он посмотрит, как дальше там можно перетрансформировать то, что у вас есть в стартовых потоках. Потому что когда вот здесь этот столбец вашего плюса будет превышать намного-намного, тем вы все равно пополняете, то тогда Дмитрий Васадин что-то придумает, придумает, как поступить в этом случае со стартовым потоком. Но что хочу вам сказать самое главное. Ребят, не задавайтесь с вопросами, на сколько стартовые потоки, сколько недель, сколько лет. Поймите важную вещь. Они рассчитаны настолько для каждого из нас, что все почувствуют всю прелесть и выгоду от стартовых потоков. Все почувствуют и поймут, как же это жить действительно в потоке. Как же это, когда твой поток регулярно пополняешь, ты регулярно о них заботишься, и тогда твой поток тебя регулярно балует и радует. И причем всегда на очень хорошие суммы. Поэтому изначально стартовый поток быстрее, конечно, дает прирост, быстрее растет, потом чуть-чуть легенее. Сколько времени? Столько, то всем будет достаточно. И отпуск вы получите, и покупки, и подарки, и все, 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 что вам необходимо. Этого времени достаточно будет для каждого человека, чтобы реально изменить свою жизнь и позволить себе очень многое в жизни, что бы до этого еще хотел. Вот. Так что все, что слышите, какие-то в недели, какие-то в дни, это выдумки. Просто выдумки. Вот. Читаю теперь ваши вопросы еще. Открываю чат. Сейчас, секундочку немножко. Выпьем водички. Так. Елена спрашивает, с какой недели уменьшаются начисления? Елена, с той недели, когда вы уже выходите в плюсы. С той недели, когда сумма тех недель, вот не прям с той, с той недели, да, а с тех недель, это вот в каждом СП это раз, в неделе где-то это шестая, где-то седьмая, где-то восьмая, в зависимости от номинала стартового потока. Тогда, когда сумма, сколько вы получаете в неделю, уже выше, чем сумма, на которую вы пополняете, на которую вам нужно пополнять ваш стартовый поток. Так, 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 читаю. Сейчас вверх немножко пролесну. Так, открыла, открыла к себе поток. Хорошо, все, спасибо, понятно. Спасибо и вам за вопросы. Нина спрашивает, а если каждую неделю будет понижение, как же мы выйдем в плюс? Нина, почему вы решили, что понижение будет каждую неделю? Да, смотрите, вы задаете вопрос, если будет каждую неделю, а почему вы решили, что понижение будет каждую неделю? Да, вы увидели, что только чуть-чуть у вас уменьшилось начисление, потому что вы уже в очень хорошем плюсе. Ребят, давайте вот как бы не будем, ну, вот цифры говорят все за себя. Вот, то есть я просто знаю свои цифры, знаю ваши цифры, они у нас одинаковые, да, у нас прирост одинаковый, мы все в одинаковых условиях, давайте не будем вот как бы так жаловаться, да. У всех уже очень хороший прирост. И вот за то, что снижается, не нужно жаловаться. Понятно, что вы примыслить, чтобы каждую неделю было быстро. Но поймите, эти потоки и созданы для того, чтобы увидеть, как можно быстро реально выходить и делать все в своей жизни по-другому, по-другому относиться к деньгам, по-другому выстраивать вообще движения, чтобы они к вам приходили в жизнь. Начинать, наконец-таки, их тратить, даже там по 100 долларов в неделю, которые у вас всегда приходят плюсом, по 50, ваша сумма, начинайте их тратить. Все, то есть вы меняете отношение к деньгам, поэтому вот вообще не жалуйтесь на то, что что-то у вас там теперь не так быстро в стартовых потоках. Ребят, вы уже там все в полнейшем плюсе, поймите это. И, наконец, приступайте к тому важному этапу, когда тратьте деньги. Эти деньги к вам приходят для того, чтобы вы тратили и для того, чтобы вы ощущали, что такое быть, наконец-таки, их кэшфлоу, понимаете? Вера тут хочет у нас добавить. Вер, добавь пару слов про то, что тратить деньги. Привет. Доброе утро, друзья. Вообще сегодня отличная зарядка. Ира, спасибо огромное. Все полезно. И даже я не знала лайфхака по поводу начислений. У меня не было пропусков, но если вдруг такое там где-то случится, потому что я много путешествую, и мало ли, может быть, где-то не будет интернета, спасибо, это полезно. То есть сначала сделать начисление, потом пополнение. Обратите все внимание, зафиксируйте себе это. Это хорошее. Я хочу добавить, знаете, по поводу чего? По поводу стартовых потоков, которые вот задают вопросы по сколько недель там он будет работать. Смотрите, все молодцы. Все быстро начинают... Спасибо тем, кто быстро, как это, влился в этот стартовый поток, начал разбираться, начал делиться тем, что понял. У нас много там было обсуждений, помните, да, с самого начала. И кто-то там тоже прикинул, посчитал, как это выгодно, как это круто, да, и там досчитал до какой-то там недели, и все, понимаете, начали эту цифру транслировать. На самом деле, еще раз, все это народное творчество. Мы можем что-то прикидывать, там как-то себе прогнозировать, но в любом случае всегда, 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 всегда хочу всех призвать к тому, что если вдруг у вас появляется какой-то вопрос, на который у вас нет ответа или у вас какое-то сомнение, первым делом, куда нужно идти за ответом, это в личный кабинет. И ответ на вопрос по поводу там тех же начислений, он есть в кабинете у каждого, там прописано. Когда мы выходим на плюс, то у нас незначительно, очень мало будет снижение начислений, да, то есть скорость начислений. Но при этом, друзья, смотрите, у нас проблема в том, что мы не умеем считать, да, то есть считать цифры, деньги. Считать это, считать информацию. Вот смотрите, многие начали волноваться по поводу того, что там что-то уменьшается. Но где же уменьшается? У нас каждую неделю увеличивается. Пожалуйста, еще раз, фокус внимания должен быть на, как это сказать, ну на самой цифре. То есть если у нас на прошлой неделе было, например, там 4,36, а на этой неделе начисляется в СП-20 4,66, то это же не меньше стало, а стало больше. Стало в любом случае больше. И, ну, как это объяснить? Не объяснить, а сформулировать. То есть мы получаем из потока в любом случае каждую неделю больше, больше и больше. Теперь дальше, еще раз. Стартовый поток – это поток для первая, его миссия, его задача. Безусловно, это научиться пользоваться этим инструментом, то есть разобраться, в чем смысл этого потока, вообще потоков. У нас в жизни мало у кого вообще когда-либо были созданы потоки. Практически ни у кого. У нас были, как это, сделки. Сделал – получил. Не сделал – не получил. Сделал работу – получил. Сделал какое-то задание – получил. Не сделал – не получил. А здесь у нас поток. И тяжело объяснить на словах. Легче, когда мы на деле это делаем. И поток заключается в смысле его в том, что мы все время отдаем, получаем, отдаем, получаем, отдаем, получаем. И в стартовом потоке это происходит еженедельно. То есть мы отдаем, получаем, отдаем, получаем. И на уровне уже действий и на уровне результата мы видим, что каждый раз, когда мы отдаем, получаем больше, еще отдали, еще больше и так далее. Стартовый поток является самым быстро растущим, самым эффективным, если сравнивать его с активным и с пассивным. И теперь смотрите, на то, чтобы создать стартовый поток уже самообеспечивающийся, когда мы уже в плюсе, нужно потратить какое-то количество времени, то есть примерно это 6-7 недель. Что же делать дальше? Вот мы беремся, мы делаем этот поток, мы его делаем каждый в своем темпе, каждый в своем объеме. Но обязательно нужно понимать, а что будет следующим этапом, какой следующий шаг? Смотрите, безусловно, первая цель – это создать себе все 7 видов потоков. При этом у нас еще есть активный поток. Когда мы создаем себе стартовый, мы уже поняли, мы уже научились, что здесь и как, мы разобрались, мы поняли, как это работает, мы освоили все кнопочки в кабинете, мы получили уже деньги, можем их на себя потратить. Значит, мы можем уже кому-то другому об этом рассказать. И здесь наступает следующий этап. Друзья мои, можно приступать к созданию активного потока. Активный поток, там уже следующий уровень предполагает нашу активность. Но если мы на стартовом потоке научились, если мы уже знаем, умеем и понимаем, какой следующий наш шаг развития, то можно начинать активный поток. И об этом уже можно рассказывать другим. Понимаете? То есть еще у нас есть пассивный поток. Пожалуйста, у нас есть куда развиваться. То есть в стартовом потоке это для того, чтобы быстро создать свои все стартовые, выйти на поток уже плюсовой, поток, который будет сам себя обеспечивать и будет оставаться. И мы можем уже этими деньгами свободно распоряжаться, решать свои все вопросы. И следующий шаг – это активный поток. Кому-то может быть пассивный. То есть все хороши, но каждый выбирает по своему, по своему, как это сказать, по своим задачам. То есть если у меня в жизни вот такие-то задачи стоят, и они стоят столько-то денег, и для них нужен вот такой ресурс, конечно, я буду выбирать и действовать максимально быстро. Если у кого-то что-то не получается, друзья мои, есть аудиторы, есть активные бенефициары, есть лидеры, с которыми можно встречаться, общаться, объединять усилия, заявлять о своих намерениях. То есть просить какой-то разумной помощи, поддержки, объединять усилия и действовать. То есть, ну, мне кажется, что, ну, не кажется, я уверена, что такого места, где можно реализовать именно с помощью практических вот действий, да, то есть и с хорошим результатом, быстро, безопасно, надежно, ну, нет нигде. Нам обеспечивают полностью всю платформу IT, полностью. Смотрите, как круто разрулили ситуацию, да, с нюансами в России. Смотрите, как шикарно работает MoneyStorage, как вообще гениально работают нейросети в нашей системе. Да, это все придумывает гениальный Дмитрий Васадин. При этом у нас это самообучающаяся сеть, которая внутри анализирует. Тоже ответ на вопрос, сколько будет работать стартовый поток. Друзья мои, он может работать бесконечно. Это зависит от того, как мы будем этим потоком пользоваться, как быстро мы будем развиваться, как быстро мы будем расширяться, как, с какой скоростью будет увеличиваться количество пользователей. Система же, она анализирует, понимаете, она каждый раз делает аудит. Ага, сколько людей, какая скорость, сколько зашло, сколько присоединилось, какие потоки открыты. Ага, вот сейчас мы же тоже видим, например, аудиторы, лидеры и топ-лидеры, мы видим по структурам, какие сейчас самые востребованные потоки. Понятно, с самого начала все такие, знаете, ну, закину 20, да, то есть, а теперь смотрят, ага, 20 уже мало. Все, пошла волна 50, то, да, то есть, система тоже все это мониторит. То есть, конечно, идеальный вариант, это когда, ну, в определенном, да, то есть, человек в самом своем ритме, в своем движении планирует, и он точно понимает, ага, 20, 50, 100. Крутыши те, кто воспользовались особыми условиями. И сейчас еще действуют особые условия. Пожалуйста, не теряйте время. Если у вас еще какие-то потоки не открыты, сядьте, посчитайте, что вам сейчас уже, что вы можете, ну, следующее открывать. Какой поток? СП-50 или СП-100? Или, может быть, вы уже чувствуете уверенность в себе, да, у вас есть, вы заручились поддержкой аудитора или кого-то из активных ваших друзей в бенефицарах, и вы уже можете об этом рассказывать, вещать уже там у вас какой-то, может, в соцсетях, или там друзья-товарищи, и вы можете уже проявлять активность. Окей, открывайте активный поток. Это круто, потому что в активном потоке там тоже очень высокая скорость начислений. Очень высокая. Вот посмотрите, вы зайдите, посчитайте, попробуйте эти циферки в калькуляторе. Посмотрите, какие там тоже удивительные цифры получаются. И все, и действовать дальше. Ребята, лето уже закончилось практически. Уже все отдохнули, набрались сил, там, загорели. Может быть, еще какие-то есть планы на поездку, но одно другому не мешает. Мы во время отдыха успевали все. И на этих, и в море купаться, и потом в горах кататься, и в спа-зоне отдыхать. При этом мы все время с кем-то о чем-то говорили. О чем? Я вот сегодня на тренировке была утром. Все, у меня три человека уже узнали о том, что, ух ты, есть какая-то тема, которая связана с деньгами, но на работу ходить не надо. Ну, классно, классно. Есть какая-то тема связана с деньгами, но на работу ходить не надо. Ребят, запишите. Ну да, да. По факту это же так, да, тема наша. На вопрос, чем вы занимаетесь? Я говорю, я занимаюсь деньгами. Какими деньгами? Я говорю, ну, своими деньгами, да. Я занимаюсь, и у меня их все время становится больше. Ух ты, интересно. Ну, это же правда, я занимаюсь своими деньгами, да. Я занимаюсь, я вчера, кстати, сидела, считала с таким удовольствием, считала, какую скорость майнера мне нужно установить, чтобы у меня было достаточно лекарности на неделю, на пополнение СП потоком. Боже, это так круто. Я так увлеклась, и я получила такое удовольствие. Это же так замечательно. Друзья мои, еще такой вот прям тоже запишите себе фразу. «Чтобы управлять деньгами, они должны быть». Еще раз. «Чтобы управлять деньгами, деньги должны быть». Где их взять, да? Если у тебя мало денег, чем ты там управляешь? Если у тебя там всего, не знаю, 100 долларов или 20 долларов. Ну, хочется же управлять, знаете, как управлять, как мы автомобилем управляем. Одно дело, когда ты великом управляешь, другое дело, когда автомобилем. И скорость другая, и мощь, и трасса, и расстояние. И все, и ты защищенный, ты сидишь такой весь в классной машине, и можешь этой машиной, автомобилем управлять. С деньгами точно так же. Мне хочется управлять большими деньгами. Это же так прекрасно, понимаете? Это же такое ощущение крутое. Это сюда, это сюда, это вот так вот, это туда, это покупаем токены, а здесь делаем e-carrancy, а e-carrancy уже столько. А тут мы по доллару в кэшло заводим. А кэшло получаем, это распределяем, это на покупку того, это на сего. Блин, это же так круто. Я хочу, чтобы у всех было вот это состояние, и каждый, чтобы умел и делал это, и получал от этого удовольствие. Потому что это круче, чем, не знаю, ходить на работу или рисковать в бизнесе, или еще где-то. Мне сегодня задали вопрос. Тоже, ну, там как разговаривались, да, то есть разные люди ходят на занятия, они стоят денег, и регулярность может себе позволить люди, у которых есть какой-то доход стабильный, хороший, да. И вот тоже разговаривали, что, куда, там, по поводу этого. Слушайте, у меня три высших образования, я люблю учиться, и до сих пор учусь. И спросили, а что вы, прям все пригодились? Я говорю, да, прям все пригодились, но каждый в свое время. А сейчас мне они не нужны, потому что мне сейчас пригождаются, да, то есть нужны другие знания, потому что мир очень сильно изменился. Все, я уже не хочу руководить фабриками, я не хочу возглавлять предприятия какие-то крупные. Хотя мне до сих пор поступают предложения, еще я так удивилась, предложение возглавить крупную компанию. Ну, нет, я не хочу, потому что мне там уже неинтересно, мне интересно здесь. И мне интересно здесь развиваться, потому что каждый раз у меня новый какой-то этап развития. И человеческих отношений, и понимание интернета, да, то есть вот этого движения, да, как это влияет, и то, что касается денег, и то, как развивается мир криптовалют. И вообще я, когда прочитала новость, друзья, вот сейчас тоже вам скажу, пожалуйста, вы задумайтесь над этим, это так вдохновляет, это вообще круть. Знаете ли вы, что по всемирному рейтингу Украина заняла четвертое место в мире по объему пользователей, по количеству и по объему транзакций, по количеству пользователей в криптовалюте. Это так круто, и я понимаю, что я к этому причастна, потому что через меня огромное количество людей, во-первых, узнали о том, что это есть, во-вторых, присоединились, начали это изучать, покупать икарнси. Каждая покупка икарнси – это, как это, это зернышко, да, которое, ну, вот в эту копилочку, да, то есть этого рейтинга. Это даже новое знание, это новое умение. Многие даже, я понимаю, многие даже участники кэшфлора нашего фонда даже, может, и не задумываются, что они уже умеют, и у них получаются, и они на самом деле уже являются этими пользователями криптовалют. Друзья мои, обязательно этому уделяйте внимание, обязательно регистрируйтесь на бирже, на стекс, получайте эти навыки, изучайте money storage, планируйте свои, ну, как это, покупки икарнси, создавайте свой цифровой капитал, да. Конечно, у кого-то там получается, пока четко только купил на подтяжку в кэшфлор, но будет круто, если у вас будет каждый раз чуть-чуть оставаться в money storage, каждый раз еще будет где-то там, как это, накапливаться. Это очень важно, понимаете, важно, знаете, есть такая цепочка, да, связка. Научиться, ну, зарабатывать, да, то есть зарабатывать, получать деньги, ну, создавать потоки, да, то есть зарабатывать. Ну, это мы же что-то делаем, мы работаем над этим, мы трудимся, да, то есть зарабатывать. Второе важное качество – это накапливать, ну, какое-то делать, ну, чтобы потом дальше куда-то, да, двигать. И третье – это отдавать, да, деньги, то есть научиться отдавать деньги, научиться отдавать деньги. У многих тоже с этим проблема, а вот оно все между собой связано. Получать, там, где-то чуть-чуть подкапливать, чтобы дальше делать какие-то следующие, да, то есть и отдавать, то есть тратить на себя. Друзья, это архиважно. Я хочу, вот прям сейчас с большими буквами, вот я, пишите или там, как бы, представляете себе. Я призываю каждого из вас, вот в этот ближайший вторник, сколько бы вы денег не получили, какая бы у вас там ни была ситуация, в пополнении, еще что-то, пожалуйста, какую-то, даже маленькую часть, обязательно, там, минимальный вывод из Money Storage, если в Украине, то 100 гривен, пожалуйста, выведите себе именно эти 100 гривен, ну, кто-то больше, там, кто-то 100 долларов, именно эти вот во вторник, там, как только вы их получите, выведите их на себе, на карточку, и обязательно именно эти, не другие, которые там, якобы, в зачет и там, по перезачет, нет, именно эти, и пойдите, купите себе что-то, а лучше пригласите друга или подругу и угостите чашечкой кофе и какой-то, там, конфетку или пироженка, скажите, вот эти деньги, именно вот эти деньги получены именно вот таким способом, и я тебя угощаю. Все, это будет удовольствие, радость для вас, это будет самая крутая презентация, да, то есть больше можете ничего не рассказывать, просто я хочу тебя угостить. Если вы так сделаете несколько раз, поверьте, у вас будет стоять очередь людей с вопросом, слушай, ну, что такое, ты каждый вторник получаешь, ну, расскажи. Даже если не будет, даже не, хорошо, даже если вы еще не готовы кому-то рассказывать, хотя мне кажется, ну, это же круто, да, поделиться хорошим делом, хорошей темой и хорошей возможностью, но даже если у вас там что-то себе, пожалуйста, потратьте на себя, вот обязательно, если у вас есть, если вы мужчина и у вас есть супруга или девушка любимая, купите ей что-то, коробку Рафаэла, купите и скажите, дорогая, это вот отсюда, деньги, это тебе подарок, все, больше ничего, что там, как там, куда там, скажи, я разбираюсь или у меня тут большие планы, я стараюсь или я делаю там что-то, ну, то есть, ну, купите, купите за эти деньги что-то, это важно, важно, потом пройдет какое-то время, вы потом осознаете ценность этого действия и каждый раз, пожалуйста, каждый раз, когда во вторник вы получаете деньги, поставьте себе за правило, за закон, что с этих денег какая-то сумма обязательно тратится на себя и на улучшение своей жизни, а дальше больше, и так? Каждую неделю. Обязательно. Верочка, спасибо тебе. Спасибо, всех обнимаю, ребята, вообще мы живем в крутое время и у нас самый крутой, самый классный проект, нету других, нету и не будет, все. Ну, это однозначно проверено уже неоднократно. Всех люблю, обнимаю. Ирочка, спасибо за классные зарядки. Полностью согласна, Верочка. И добавляю, все, кто спрашивали о егарности и о криптовалюте, егарности, да, купить, где их можно, чтобы потягивать своих потоков, и чтобы они у вас были в кошельках, и вообще, чтобы у вас была эта криптовалюта, купить в Майдсторедж или купить на бирже СТЭК. Заходите, проходите верификацию на бирже, становитесь уверенным пользователем и просто крутым. И спросите среди ваших знакомых, а сколько из них умеют покупать криптовалюту. И вы очень часто сможете оказаться единственным в компании, которая умеет это делать. В среду мы с вами продолжим тему денег. Мы проходим снова с клипчатом и как раз поговорим о задачах. И все брать деньги на определенные задачи в жизни, которые у вас есть. Поэтому до среды вы как раз можете придумать себе некоторые задачи, какие у вас сейчас стоят, сколько вам необходимо денег на эти задачи, и мы сделаем расчет. А как сделать, чтобы деньги эти появились и как можно быстрее? С помощью всех инструментов, которые у нас есть. Как правильно пользоваться этими инструментами? Ребят, сегодня была у нас очень благотворная зарядка. Поделила с вами лаймфаками. Мы рассчитали тоже цифры, посмотрели кабинет. Спасибо, что вы сегодня были. Я всех люблю, целую. Пока. До среды. В среду приглашаю вас снова. 11 часов по этой ссылке. Отключайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok